Всем привет, друзья! С вами снова Аквамен, как и обещал, показываю процесс сборки террариума под хамелеонов. Да, саму конструкцию подобного плана я собираю впервые, поэтому косяки они есть, о них я вам буду рассказывать. Также хочу сказать, что в процессе съемки освещение будет не самое лучшее, просто потому что габариты террариума, они не позволяют его занести на съемочный стол, поэтому снимал я по месту, уж извиняйте за качество картинки. Хотелось показать именно сам процесс сборки, чтобы вы могли подобного плана конструкцию у себя реализовать. За основу взял алюминиевые профиля, это труба 10х10 с толщиной стенки 1,2 мм и уголок с шириной полки 25 мм и также толщиной 1,2 мм. По цвету вы сами видите, это серебристый и золотистый, просто потому что в магазине серебристых, то есть нормального цвета алюминия, уголков не было. В процессе сборки мы также будем использовать кое-какие добавочные материалы, о которых я вам тоже расскажу в процессе строительства. В качестве технологии крепежа буду использовать заклепки, просто потому что это быстро, это удобно. Плюсом ко всему заклепки, они композитные, они имеют алюминиевую часть и они имеют стальную часть, стержень, который вытягивается. Но даже если у нас вот там шарик, который с обратной стороны вытягивается, он заржавеет, сама заклепка, она не подвержена коррозии. Да, одним из основных критериев постройки террариума подобного плана была нержавейкость, то есть отсутствие коррозии. Почему? Потому что здесь у нас будет и опрыскивание, потому что здесь у нас будет и, я так подозреваю, какие-то влажные моменты, нюансы. Поэтому важно, чтобы вся конструкция, она не просто не ржавела, но еще и не рассыпалась, да. Также в качестве заклепок вот такие вот использую 6 на 4. В некоторых местах, где я шайбы ставил добавочные, там использую 8 на 4. И самый, что ни на есть, обычный заклепочник. Опять-таки, друзья, смотрите, заклепками в разы быстрее, чем если бы я сверлил под винты болты, если бы я саморезами крепил. И надежнее, для большей надежности в некоторых местах, но желательно бы во всех делать так, я крепил на две заклепки. Итак, смотрите, основная суть такая, что собираю я сначала две боковые стороны, и потом эти две боковые стороны креплю между собой, начинаю обшивать. Одну боковую сторону, она у меня будет обтянута сеткой нержавейкой. Здесь, смотрите, какой момент. Сам террариум, он должен быть гибридным, по задумке. То есть, у нас должна быть часть стенок, она сетчатая, и часть стенок, она должна быть сплошная. Просто потому, что террариум я буду опрыскивать, и чтобы мне не поливать стену, как раз-таки должна быть цельная такая вот конструкция сторона. ОСБ плиту здесь я категорически не хотел использовать, просто потому, что она, наверное, скорее всего, что-то выделяет при нагреве. Плюсом ко всему, со временем это все превращается в неведомую труху, и мне категорически не нравится этот материал в качестве основы для террариума. Итак, вот она у меня первая рамочка, то есть, это одна из боковых стенок, их две. Здесь уже я обтянул нержавеющую сетку. Смотрите здесь, какой момент, друзья. В совокупности с моими кривыми руками оказалось, что сетка, она не особо-то и ровная, да. Она у меня получается такая вот плетеная, то есть, не сваренная, ничего не цельная, не анодированная, то есть, это настоящая нержавейка. И так получилось, что каким-то странным образом я неправильно посчитал ширину этой сетки, и получилось, что в некоторых местах у меня ненормально закрепилась эта сетка на стенке, на боковой. Видим, что здесь у меня есть щель, которая, в принципе, не так критична, то есть, сетка оттуда точно уж не отпадет, но визуально это выглядит не очень. Давайте покажу с обратной стороны, как все это дело выглядит. То есть, смотрите, сетку я на уголке крепил вот прям насквозь, а где у меня труба, я там сверлил в боковушках отверстия и уже туда ставил заклепки. То есть, сетку я подгибал, сетка толстая, обратите внимание, она капец какая жесткая и она совершенно неподатливая. Я так подозреваю, что если взять тоненькую какую-нибудь сеточку, гораздо более удобным образом будет ее обслуживать, гораздо более удобным образом будет ее крепить, но, к сожалению, я такую сетку не нашел. Повторюсь, что анодированные сетки какие-то покрытые чем-то я не хотел использовать, потому что со временем они зацарапываются, все это покрытие начинает ржаветь, и для меня это не подходило. Хочется сделать надежную долговечную конструкцию, даже если впоследствии ее придется как-то переделывать. Итак, вот то, о чем я говорил. Сзади у меня стенка, получается, идет обтянутая сеткой, спереди еще боковушка. На этом этапе я уже взял ПВХ вспененный, в рекламных агентствах можно найти прям цельными листами, и он у меня черного цвета. Да, так получилось, так совпало, наконец, что я нашел ПВХ черного цвета, трехмиллиметровый, феном я согнул вот такую вот конфигурацию, вставил туда, и также на заклепки посадил. Здесь отлично, заклепки 6х4 проходят через 3 мм пластик, 1,2 мм алюмишку, и пластик, получается, у меня крепится. Ничего нигде не прорывается, особенно если, ну, то есть крепить сначала пластик, потом уже в алюминии. Вот здесь боковую сторону я тоже на заклепки посадил, потому что там у меня был некрасивый стык, и там торчали острые концы сетки, чтобы не было каких-то травм, я вот такой вот заусенец оставил полосу из пластика. Здесь ненаглядная вот эта вот щель, которую я намеревался впоследствии закрыть, но оказалось, что ее вообще, в принципе, там не видно, и на это внимание не обращается. Поэтому можно и закрыть, а можно и не закрывать. На данном этапе я приделал уже верхушку, потолок, и он тоже из нержавеющей сетки, и это самое хорошее, что получилось в этом террариуме. Да, здесь также я на заклепке крепил, уголок срезал для того, чтобы мне не пришлось сетку подгибать. У меня, получается, на передней и на задней стенке сетка стоит сверху, а боковушки, они крепятся сеткой изнутри. То есть, видим, вот эти вот пупырки торчат, все нормально, даже если сюда кошак залезет, будет прыгать, ничего здесь не отломается. Здесь я уже подстраховался, и, ну, то есть, вот показываю, что уголок тоже срезал, чтобы она банально туда вошла, подстраховался и отрезал сетку с большим запасом. После того, как я ее заклепками сюда приклепал, я ее просто взял, молотушкой обстучал и загнул. Получилось реально круто, получилось реально хорошо, нигде ничего не колется, нигде ничего не выпирает. То есть, здесь у меня уже боковые стенки были и потолок. И на последнем этапе я приделал к этому террариуму дверцу. Дверца у меня сделана из уголка шириной полок 10 мм, то есть, потому что он должен, этот уголок, вставляться в саму конструкцию и вровень с передней стенкой быть. То есть, он у меня 10 на 20 или на 25, я уже не помню. Ну, то есть, его достаточно, в принципе, чтобы дверь у меня вот таким вот образом вышла, получилась. И сразу хочу сказать, что я бы рекомендовал сделать в качестве основы двери каркас какой-то из той же самой алюминиевой трубы. Почему? Потому что вот этот вот уголок, он болтается, он люфтит. Но, опять-таки, вот при таком варианте крепежа сетку значительно проще сюда заделать. Да, слева у меня петельки, три обычные петли, купленные в мебельном каком-то магазине в качестве ручки, кусок алюминиевой трубы, здесь тоже его приклепал. И, конечно же, есть мои любимые замки на заклепках. Сейчас я вам их тоже покажу. По габаритам террариум получился высоту метр, по глубине, ну, то есть, по ширине своей он получился где-то 63 сантиметра, и по длине он у меня идет 53 сантиметра. Внутри него я буду разделять пространство на две части, потому что у меня самка и самец хамелеона. Вот, кстати, видите, замки, это просто наискосок просверленные отверстия, туда вставлены все те же самые заклепки. Да, в принципе, места много, места хватает, примерно так я себе эту конструкцию и представлял. В качестве дна я сюда сейчас постелил кусок стекла, ну, то есть, я просто вложил, чтобы можно было при необходимости либо его достать помыть, либо что-то другое туда вделать, поддон какой-то склеить можно было бы. Но, впоследствии, я думаю, туда на заклепки посажу днище из пластика. Сами петли, петельки маленькие, и из-за этого возникли проблемы с их монтажом. Банально то, что если вы в два отверстия заклепки вставите, у вас они будут упираться, и дверь будет вообще изгибаться дико. Поэтому я сделал вот таким вот образом, то есть, у меня на разном уровне по одной заклепке с каждой стороны этого достаточно, чтобы дверь не болталась, чтобы дверь не отпадала, чтобы все нормально держалось. И, кстати сказать, слева фрагмент, видите, крепежа нержавеющей сетки к самой двери. В принципе, еще раз хочу сказать, что если бы я делал подобного плана еще раз террариум, я бы его, наверное, делал полностью из алюминиевой трубы, причем брал не 10 на 10, а ну 15 на 15, 20 на 20. Вся конструкция, она бы стояла более надежным образом. Плюсом ко всему, не забывайте про то, что петли надо нормально крепить, чтобы они у вас не выпирали. Ну и по поводу нержавеющей сетки, наверное, все-таки в идеале бы взять сетку полегче, сетку потоньше, пластиковую какую-то я использовать не хотел, несмотря на то, что она у меня была. Я побоялся, что внутри лампы, которые будут нагревательные, они нанесут урон, ущерб какой-то этой вот как раз-таки пластиковой сетке. По поводу ПВХ нормально. Будет нормально, я так подозреваю, что близко туда я эти лампы накаливания, грелки ставить не буду. Ну а в целом обязательно буду вас держать в курсе событий. Обязательно подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, кто что думает по поводу этой конструкции. С вами был Аквамен, увидимся очень скоро в новых видео. Всем пока-пока, друзья!